Магия Ненинского орнамента. В Кровическом музее открылась необычная выставка. На экспозиции можно узнать о появлении, развитии и изучении ненинских рисунков. Подробности у Ольги Руссо. Выставка «Магия Ненинского орнамента» – это промежуточная ступень большого проекта, который начался с изучения специальной литературы, архивных материалов и экспонатов из фонда музея. Жителям Ненинского округа была представлена сетевая программа, в которой рассказывалась история орнамента. Впоследствии она переросла в реальную выставку. Экспонатов музейного объединения показываем всем желающим, тем, кто интересуется культурой ненинского народа, также краеведам и вообще жителям города Ненинмара, Ненинского округа, а также надеемся, что и другим регионам. В чем особенность ненинского орнамента именно ненцев Европейского Севера? Какие орнаменты используются, например, в Канинской, Тиманской тундре, Большеземельской и Малоземельской тундрах? До начала проекта изучение ненинского орнамента не носило систематический характер. Оно было фрагментарным или выборочным. Проект позволит собрать все знания воедино. Те именно мастерицы, которые когда-то передали свои, любезно передали свои изделия, фонды Ненинского краеведческого музея, сегодня это музейное объединение, и мы их проанализировали, систематизировали и сегодня готовы представить всем желающим. На выставке представлен 21 стенд, рассказывающий об особенностях орнаментов жителей ненинских тундр. Каждый из них уникален. Это отметила, открывая выставку, заместитель губернатора Валентина Сганич. Мы уже посмотрели и увидели, что как богато все-таки наше национальное творчество, тот пласт художественного творчества, который является одним из нашего национального мирового культурного наследия. Среди первых посетителей выставки Сергей Никулин. По роду деятельности ему приходится много работать с ненинской культурой. Привлекло то, что, во-первых, я работаю с национальным театром, с эллипцем, и уже как бы знаком с орнаментом, но тем не менее всегда открываешь что-то новое, интересное в этих орнаментах. И вот я думаю, что она полезна будет буквально всем и людям всех профессий. Недостаточно в оформлении города у нас объектов, которые выполнены именно в национальном стиле. То есть это может быть тот же орнамент, изображен на домах. И вот сейчас, кстати, если вы обратили внимание, в городецком Наменщиковом обшили два дома, и вот там уже появились элементы национального орнамента. То есть это, я думаю, что полезная будет выставкой нашим архитекторам, дизайнерам города. Мастерица Евдокия Попова пришла на выставку за новыми идеями для своих работ. Уроженка Канинской тундры использует родные мотивы в вязаных вещах. Да, да, да. Рукавицы, вот что-нибудь такое, носки. Какие-то есть сложности в работе с Ненинским орнаментом? Он же что-то обозначать должен, нет? Да, конечно, вот. Все написано. Вон на стенках все узоры написаны, как они называются. Что-то новое для себя нашли на выставке? Какой-то новый узор, какой-то новый? Ну, всякий раз что-нибудь находим, да. Заключительным этапом проекта станет еще одна выставка, посвященная региональному сувениру. Остается добавить, что выставка «Магия Ненинского орнамента» продлится до 6 июня. Посетить ее смогут все желающие. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ольга Руслон, Дорабь, Телеканал «Север».